Здравствуйте! Продолжая серию роликов по обзору вот этого инструментального набора Милоки, состоящего из ударного винтоверта бесщеточного и вот такой ударной дрели шуруповерта, этот ролик я посвящаю вот обзору вот этой вот ударной дрели шуруповерта. Значит, он называется М18ФПД-2, соответственно, 18-вольтовый инструмент, имеет 14 режимов усилия закручивания саморезов, 14 режимов, один режим сверления и один режим ударного сверления. Также у него есть редуктор на две скорости, пониженные обороты и повышенные. Есть подсветка рабочей зоны, вот здесь вот она включается при нажатии курка. Естественно, есть реверс, есть среднее положение вот этого переключателя для транспортировки, чтобы случайно не нажать кнопку, чтобы она не включилась и не вращалась где-то в рюкзаке, в сумке. Вот, ручка очень удобная, обрезиненная. Когда нажимаешь курок, кнопка реверса не попадает ни под указательный палец, ни под большой, то есть случайно он не включится во время работы. Вот, ну, что еще рассказать? Двигатель бесщеточный, то есть у него будет повышенный ресурс, меньше износ, меньше расход батареи на лишнее трение щеток и искрение, то есть никакого искрения и запаха озона здесь нет. Вот, ну, в целом инструмент Милуоки считается промышленным и профессиональным, то есть эта категория промышленный инструмент даже выше, чем категория инструмента профессиональный. Допускает очень длительное использование и в целом является очень качественным, то есть все редукторы здесь очень хорошо собраны, патрон быстрозажимной, с такой трещоточкой, очень приятный, тоже очень удобен. Минимальное сведение вот этих вот кулачков, губок патрона позволяет зажимать тонкие сверла, но кажется на глаз от миллиметра. А максимальное зажимаемое сверло, по-моему, 13-е здесь. Ну что, попробуем им посверлить. Вставляем обычное сверло по металлу и посверлим им дерево. Здесь переключатель на режиме сверления. Попробуем заворачивать саморезы. Берем вот такую биту, которая шла из комплекта. Это быстрозажимной патрон для бит. Когда вперед нажимаешь, он освобождает биту, вставляется бита сама по себе нажатием. Чтобы ее вынуть, нужно вот эту вот подать вперед. Носик. Переключим, например, на какую-нибудь четверочку. Вот такой саморез пятерка. Закручивается легко. 65-й на четверочке. Тоже закручивается легко. 92-й саморез. Срабатывает трещотка. Как вы слышите, вы послушайте еще раз. Такое интересное гудение. Не такое грубое прощелкивание, как на обычных шуруповертах. А такое интересное гудение. И после чего двигатель выключается и перестает дальше давить, вращать. Ну, поставим посильнее. Восьмерочку. Опять не хватает. 12 поставим. Закручивать нормально. Возьмем вот такой 130-й саморез. Самый длинный, как у меня есть. Поставлю 14-й режим. Самое большое усилие вращения еще до сверления. То есть, это пока еще трещотка срабатывает. В конце уже сработала трещотка. Закручивает, выкручивает без проблем. Ну что, нужно попробовать теперь что-то самое жирное закрутить. Попробуем закрутить вот такой глухарь. Его длина 22 или 23 сантиметра. Я его в предыдущем ролике закручивал ударным винтовертом с вращающим моментом 226 ньютон на метр. Теперь попробуем закрутить вот этой дрелью. У нее 135 ньютон на метр вращающий момент. Посмотрим, сколько она сможет закрутить. Для этого внимаем вот этот быстросъемный патрон для бит. Ставим вот такую 17-ю головку. И для начала попробуем на 14-м режиме закрутить. Крутим в новое место. Ничего тут не подсверлено. Еще раз покажу, трещотка на 14-м режиме стоит. Скорость редуктора переключим на единичку сразу, потому что здесь высокая скорость нам не нужна. Нужен высокий вращающий момент. Все, уже трещотка не удерживает. Попробуем в режиме сверления покрутить. Сколько он закрутит, столько и покажем. Жило его удерживать, поэтому воспользуемся вот такой ручкой, которая идет к нему в комплекте. Боковая ручка. Чтобы ее открыть, нужно вот так ее покрутить против часовой стрелки. После чего она на вот эти вот пазы надевается. Вот таким образом. И закручивается, зажимая вот этот инструмент. У нее есть только два положения. Левое и симметричное правое. Поставить как-то под 45 вертикально или так не получится. Но такое у нее рабочее положение единственное. Крутить будем, как я уже сказал, на режиме сверления. То есть это максимальный вращающий момент. Ну что ж, я более чем доволен. Вот он прошел насквозь. Закрутился даже в доску. Ну как бы, то есть... Вот этот вот дрель, шуруповерт на единичке, на первом положении редуктора, пониженном, показывает очень неплохой вращающий момент. Я бы сказал, сопоставимый с ударным винтовертом. Ну, по крайней мере, на таких вот глухарях, на которых удар не дает особого преимущества. Потому что вязкое дерево, вязкий глухарь. Тут как бы ударный винтоверт немножко теряет преимущество. А вот этот вот приобретает, потому что постоянное вращение дает дерево преимущество перед ударом. Хотя и удар тоже помогает, иногда сдвинуть с мертвой точки. Но все-таки это больше для металлоконструкции подходит. А здесь, в вязком материале, вот эта дрель на первом режиме показала, что для нее вот такой вот глухарь 22 сантиметра вообще не проблема. То есть я не почувствовал какого-то серьезного замедления даже работы мотора. Аккумулятор вот не высадился, он полностью заряженный. Не просел никак. Ну, осталось попробовать, как она крутит в режиме удара. Для чего воспользуемся? Для начала пятерочкой. Такое победитовое сверло пятерочкой. Почти острое. Сильно я бы не работал. Зажмем сюда его. Так, переключим на высокие обороты. Значит, переключаем редуктор в режим удара. И посмотрим, как он просверлит кирпич. У меня такой старый кирпич есть, измазанный цементом. Вот, и пятерочкой посмотрим, как он сверлится. Вообще без проблем. Заходит, как в масло. Конечно, это не перфоратор. Тут принцип удара другой. Не очень эффективный. То есть тут нет какого-то поршня, который бьет по сверлу. Но, тем не менее, кирпич пятерочкой, шестерочкой вполне можно сверлить. Посмотрим, возьмет ли он бетон. У меня вот есть такой кусок бетонной какой-то дорожки, плиты. Я думаю, что это не очень высокий такой качественный бетон. Какой-нибудь M150, M200, не знаю. Ну, для дорожек плитка какая-то толстенькая такая. Посмотрим, как ее можно пятеркой просверлить. Вообще без проблем. Заходит отлично. Ну, давайте посмотрим максимальный, какой размер можно использовать. Вот у меня десятка есть победитое сверло с обычным хостряком. Очень легко заходит в кирпич. Прямо на глазах досверливать не буду. Ведем к бетону. Да, и в бетон заходит легко. То есть, насколько я свернул несколько секунд, и вот два сантиметра уже прошел. Вот они, два сантиметра. Ну, там буквально за 10-15-20 секунд. То есть, вот такой ударной дрелью. Я-то думал, что это вообще смешные вещи. Вот эти все ударные дрели, шуруповерт. Особенно, что нужно для сверления твердых материалов. Нужен перфоратор. Но, оказывается, если это мелоки, то и такие можно просверлить при необходимости. Конечно, большое количество отверстий перфоратором надо сверлить. Но, если где-то работаешь, что-то подсверлить быстренько, то вполне годится даже десяткой сверлить на ура. Вроде бы я все рассказал про этот инструмент. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях.